Предмет первой необходимости у жильцов дома на улице Мичурина это вместительный таз. Уже много лет в плохую погоду он спасает от наводнений с крыши. И жители уже почти смирились с этой ситуацией. Но собственники нескольких квартир в доме решились публично рассказать о своей проблеме. Рубрика выходит при поддержке Межрегионального правового центра. Межрегиональный правовой центр. Юристы к которым обращаются. 91-71-91. Мы берем тазы, извините меня, как в деревне ставим тазы в центре города Саратова и собираем воду, чтобы нам на голову не лилось. Каждого дождя здесь ждут с ужасом. Причина прохудившаяся крыша. Жильцы говорят, вода течет круглый год, даже зимой в периоды оттепели. Причем этот дом с коммунальными квартирами находится в самом центре Саратова. На улице Мичурина, 48. Страдают жильцы всех двух его этажей. Мы живем в параллельном крыле этого дома. Вода протекает через второй этаж. Она течет к нам на первый этаж. По стене она стекает аккуратно в цокольный этаж. Дом на улице Мичурина, ровесник Октябрьской революции, был введен в эксплуатацию ровно 100 лет назад. Менялась ли когда-либо крыша, даже старожилы не помнят. Но говорят, что заливает их уже более 7 лет. Лампочку мы вывели специально. Посмотрите, у всех людей она в центре. У нас вот на красивой стеночке. Из-за того, что бежит вода по лампочке, получается у нас замыкание. Жители боятся не только электрического замыкания. Они опасаются за свое здоровье. Ведь все стены поражены грибком. Его спорами им приходится дышать каждый день. Своими силами люди устранить последствия залива вряд ли смогут. По словам эксперта, на это потребуется чуть меньше миллиона рублей. Собственники одной из квартир, Екатерина Хрястова и ее супруг Евгений, решили, что ситуация не иначе, как критическая. Еще в феврале они написали заявление в адрес своей управляющей компании «Сервисдом». Но ответа не последовало. За комментарием в эту организацию обратились корреспонденты телеканала «Саратов-24». Ответ получили по телефону. Мы не собираем на ремонт жилья. Мы собираем на содержание жилья. На ремонт жилья, на текущий ремонт, собираем фонд капитального ремонта. Прокомментировать ситуацию мы попросили юриста. Кровлю данного дома должна ремонтировать непосредственно управляющая компания «Сервисдом». Именно она взяла на баланс по обслуживанию данного дома. Сейчас отчаявшиеся жильцы совещаются с юристом. Специалист советует обратиться в суд. Тем более, что согласно закону о защите прав потребителей, жильцам не придется платить никаких государственных пошлин. Я полагаю, что необходимо обратиться в защиту своих прав судебные органы. Как выясняется уже и с коллективным исковым заявлением, требованием данного заявления искового будет одно единственное. Это восстановить кровлю и возместить те расходы, которые понесли или понесут в будущем собственники данных жилых помещений. Жильцы решили обратиться в суд как можно быстрее. Они опасаются, что управляющая компания постарается сбросить их проблемный дом со своего баланса. Оксана Лючева, Вячеслав Соленков, Саратов 24. Мы будем следить за развитием ситуации. Ну а если вам нужна помощь нашего телеканала и вы готовы рассказать о своей проблеме, пишите на нам почту info.sobaka.saratov24.tv или звоните по телефону 705-755. Съемочная группа рубрики «Дежурный репортер» приедет на вызов.